Чай Единственные свойства чайных листьев широко использовались в то время и в медицине, так как не было аптек с большим количеством лекарств. Чай стал одним из универсальных средств для лечения многих заболеваний – усталости, головных болей, пониженного или повышенного артериального давления. В середине первого тысячелетия до нашей эры чай потихонечку переходит из категории лекарственных растений в категорию напитка. Если говорить о чае в классическом понимании, то на сегодняшний день существует шесть типов чайных листьев. По сути дела, это одно и то же, но по-разному обработанное растение. Наиболее привычный нам зеленый и черный чай, все про это слышали, однако последние уже 10 лет многие слышат и такие названия, как желтый чай, белый чай, улуны слышат, пуэры слышат такие заморские слова. Шесть основных групп существует, они отличаются друг от друга обработкой, технологией обработки чайного листа. Ферментация – важное понятие в чайном производстве. В зависимости от нее из чайного листа получают зеленый, черный, желтый и красные чаи. Именно от степени ферментации чай получает свой цвет и полезные свойства. Но помимо стандартных сортов чая – зеленого, красного или черного – есть и другая категория этого напитка. В последние буквально несколько лет активно возрождается у нас здесь в России тема травяных чаев наших, именно русских, таких традиционных напитков. Когда есть трав, которые буквально вокруг нас растут, мы собираем эти травы и завариваем их, как раз-таки пьем, точно так же, как и чай китайский или индийский. Важно понимать, что травы несут в себе выраженный лекарственный эффект и подбирать для своего здоровья этот напиток нужно очень внимательно. И все же чай – это не просто напиток, это кладезь здоровья, умиротворения и хорошего настроения. Чай можно пить как в узком кругу друзей, так и сделать из этого необыкновенный ритуал с церемонией, который поможет приобрести гармонию с самим собой и доставит истинное наслаждение от процесса.